Как установили следователи, выстрел был произведен из охотничьего ружья Сайга. По предварительной информации, в этот момент дома находилась младшая дочь и жена мужчины. Их полицейские опросили в первую очередь. Муж старшей дочери раскрывать причины, по которым его родственник выстрелил себе в голову, не стал. Намного более разговорчивым оказались жители дома. Новость о кончине соседа стала для них по-настоящему шокирующей. Да вы что? Он больной, поэтому, наверное, плохо ходил, как вроде бы половина парализованная, что ли, как сказать. Понятно. А он военный, что ли? Откуда он умер? Он профессор, нет, он ученый. По рассказам соседей, мужчина долгое время страдал от хронического заболевания. Всю жизнь он трудился научным сотрудником одного из вузов города. Отзывались о нем исключительно положительно. Через порог ему было очень сложно перейти. Вот он мешкался. Я прям даже иногда боялась, что он упадет или что-то. Я говорю, ладно, не ходите, пожалуйста. Говорю, здесь идите, мы сами решим вопрос. Сейчас в Следственном комитете проверяют все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит отработать всевозможные версии, при которых скончался мужчина. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.